Привет! Это разбор книги по номерам 224 «Лиминальное мышление. Как перейти к границе своих убеждений». В этом выпуске тебя ждет 7 выводов и, конечно, расскажу, что за такое лиминальное мышление. Но сначала давай побухтим, стоит ли тебе читать эту книгу. По моим наблюдениям, наверное, каждому человеку стоит читать не обязательно эту книгу, но что-то подобное по темам, как обходить или рассматривать по-другому свои ограничивающие убеждения. Потому что так очень легко сказать, ну что ж, у тебя есть что-то ограничивающее, давай-ка ты это поменяй. На практике все значительно сложнее. Кто-то идет сразу к психологу или к психоаналитику, не знаю, в чем там разница. В общем, пытается как-то эту тему решать из детства. Опять же, автор учит по-другому смотреть на то, как формируются в нашей голове мысли. И лично мне, кстати, эта книга понравилась значительно больше, чем книга, которую хвалят очень много людей, типа «Думай медленно, решай быстро». Та книга, на которой у меня есть обзор, мне так себе понравилась. Это же неплохая. Ну все, давай переходим к выводам. Вывод первый про зависимость. Я сейчас расскажу тебе историю автора, прочитаю точнее ее, и просто держи в голове вот эту информацию, что автор не мог очень долгое время бросить курить, он казалось ему, что это просто невозможно. Но вот что же произошло. Я сидел в домашнем халате, курил и постоянно кашлял. И тут я увидел себя со стороны. Стариком, который хрипит, не может ровно дышать, причем не только, когда болеет, а все время. В тот же день водночасть я бросил. Было нелегко. Но, к своему удивлению, это так подействовало, что за 20 прошедших лет я не выкурил ни одной сигареты. Это уже сама по себе была огромная перемена. Но она повлекла и более глубинные изменения. Я осознал, что если смог бросить курить, а я, незаметим, считал, что это невозможно, значит могу гораздо больше. Мужество и уверенность в себе, который дал мне отказ от курения, привели куда более серьезным переменам в моей жизни. Новым взглядом на мир и на себя открывает путь к изменениям и развитию. Можно развить в себе такое мышление и научиться жить так, чтобы подобные прорывы случались чаще. Поменяв мировоззрение, вы будете способны научить и других мыслить по-новому, что даст им возможность изменить свою жизнь. Такое мышление можно использовать, чтобы находить и открывать двери к новым возможностям, которые никто, кроме вас, не видит. Я называю этот метод лиминальным. Как видишь, в выводе он рассказал пример из своей собственной жизни, который его сильно тревожил. Ему казалось, что это просто как-то невозможно взять и бросить курить. Однако он просто представил себя в момент своей личной трагедии, что же будет с ним дальше, если он продолжит курить. Сидеть в своем кресле-качалке, кряхтеть и не переставая кашлять. То есть он просто настолько, видимо, ярко представил этот образ, и этот образ его точно не удовлетворил, мягко говоря. Ему настолько опротивило продолжение такого существования, что он решил, что, ну, видимо, хватит. Опять же, если в нашем мире существуют такие книги, как типа Алан Карда «Как бросить курить», они могут и помогать, безусловно. Но здесь подход был другой. Представить себя в будущем, что произойдет с тобой, но во время личной трагедии. Потому что если ты, допустим, на вечеринке, ты бухаешь и куришь сигареты, у тебя все отлично. Если ты представишь, что так же будет через 20 лет, да и классно, ну, типа весело же. А вот если ты то же самое представишь в момент жесткого отходника, когда тебе плохо, когда у тебя температура, когда кости ломят, это будет прям отлично. Это сработает как потенциальный якорь. Вывод второй. Это будет притча о слоне. Давай я тебе, опять же, расскажу предусловие, а потом зачитаю. Представь себе такую ситуацию. Был король, и, значит, он привел пятерых слепых людей. Они зашли в одну комнату, и там был слон. Слон неподвижно стоял, и каждый из этих слепых подошел к части тела этого слона. Ну и по ощущениям они должны определить, что перед ними. То есть они не должны перемещаться по комнате, а просто схватить, кто-то там за ногу схватил, кто-то за хвост, кто-то за хобот, и определить, что вообще перед ними. Теперь читаем. Что же не так с этими слепыми? Проблема в том, что они не видят разницы между реальностью и своими впечатлениями, полученными на собственном опыте. А они у каждого свои. Кто-то трогал что-то, похожее на веер, у кого-то была веревка, у кого-то колонна, а у кого-то стена. Представьте себе, что вы смотрите на стену, а теперь кто-то говорит вам, что это была колонна. Вероятно, вы решите, что он не в своем уме. В этой притче все понятно, ведь мы знаем, что все эти люди слепы. Никто из них не видел слона целиком. Но речь не о том, что слепы не видят. Суть в том, что все мы слепы. Нельзя одной парой рук коснуться всего в одной парой глаз, разглядеть все, что есть в мире. Одним умом нельзя познать все, что можно познать. Каждый из нас может ухватить лишь фрагмент реальности, но никто не способен осмыслить его целиком. Мы говорим, что все в мире субъективно, но это вовсе не одно и то же. Нельзя не согласиться с тем, что существует реальный мир, некая объективная реальность, о которой мы все знаем. При этом мы должны смириться с фактом, что все мы люди, наши способы взаимодействия с реальностью субъективны и, по сути, не похожи друг на друга. У притч есть удивительная способность. Они, конечно, могут гипертрофировать реальность. Ну, типа слепые. Ну, понятно, конечно, они хватаются на ногу и представляют, что это не нога, а колонна. Но, с другой стороны, насколько одновременно сложен мир, что мы можем очень поверхностно что-то узнать, а потом кичиться, говоря, что, ну, так мы же все теперь понимаем. Ага. По-моему, это так не работает. И когда ты за собой это заметил, зафиксировал этот маленький, но очень такой противный недочет, то он может нехило упростить твою жизнь. Потому что, вот представь, ты живешь в определенной иллюзии, что мир устроен так, вот просто так. И свою эту иллюзию навязываешь остальным. И тут происходит конфликт интересов, потому что другой человек, очевидно, видит этот мир по-иному, просто в других красках. А ты ему начинаешь наседать и опираться. Да нет, вот надо так. Я, конечно, могу это перевести в предпринимательскую область, и этот пример будет масса людей понятен сразу на кончиках пальцев. Но вот когда кто-то говорит, что вообще высовываться не нужно, потому что везде все друг друга кидают, мир жесток, и у тебя ничего не получится. Это же ведь его реальность. То есть он как слепой потрогал слона одну часть. Ну, понятно, да, какую часть он потрогал, раз он так считает. И это грустно. Давай теперь вывод третий. Пирамида убеждений. Он будет подлиннее, вывод, и у меня тут даже разные рисуночки есть. Я объясню, что это значит. Итак, ваш опыт, внимание, гипотезы и суждения – это четыре фактора, сокращающие непостижимую реальность до размера своего рода карты или модели, которые просто осознать и применить в повседневной жизни. Сложно тут написано, но давай еще раз. Ваш опыт, внимание, гипотезы и суждения. Это просто запомним. Идем дальше. В сущности все мы люди, и все мы стремимся упростить реальность и ограничить бесконечное число сложных для понимания сущности. Важно понять, что ничего плохого в этом нет, и на самом деле это даже необходимо. Нам всем нужна упрощенная реальность. Если бы все воспринималось как в первый раз, вы бы почувствовали себя ребенком, беспомощным, не способным ничего сделать. Вас поставили бы в тупик любые сложности. Но очень важно осознать, что пирамида убеждения сокращает реальность. Еще раз. Пирамида убеждения сокращает реальность. Вместо бесконечного числа сложностей мы имеем дело с кратким списком суждений, на основе которых строим свое убеждение. Я уже говорил, что спутать реальность и свое убеждение очень просто. У большинства бывает именно так. Дело в том, что у людей вашего социального круга, как правило, схожий жизненный опыт. И один из способов еще больше укрепиться в своих убеждениях – поделиться опытом или выяснить, как другие понимают ту или иную проблему. Благодаря убеждениям у вас есть модель, которая помогает вам ориентироваться в мире, думать, решать, что делать, а что нет. Это ваш путеводитель. Многие убеждения формируются в раннем детстве. И поскольку именно вы составили этот путеводитель и снабдили его картами, то, естественно, доверяете ему и уверены, что он соответствует территории, на которой сейчас хотите сориентироваться. В конце концов, обычно он приводит вас туда, куда вы хотите прийти. Иначе начинаете сомневаться, в первую очередь, в реальности, а не в точности карты. И здесь у меня рисунок. Я постараюсь тебе его объяснить. Его весьма легко представить. Давай представим геометрическую фигуру пирамида. Черт возьми, наверное, учитель геометрии сказал бы, какая геометрическая фигура пирамида такой нет. В общем, пирамиду представим. И самый жирный, самый первый слой – это опыт. За ним идет внимание. И вот представим, что следующая должна была быть полосочка, чуть меньше, чем опыт. Но она очень-очень тонкая. Внимание. Потому что внимание у нас ограничено. Если опыт у нас накапливается в течение жизни, вот там, скажем, у мудреца, старца, 90 лет, ого-го, какой опыт, да? Но внимание у того же старца ограничено его глазами. То есть это очень тонкая полосочка. Следом идет слой гипотезы. Например, что такое гипотеза? Гипотеза – это когда ты смотришь на включенную, плиту, и есть гипотеза, что тебе будет больно, если ты поставишь туда свои пальцы. Следом идут суждения. И замыкает это все убеждение. То есть еще раз. Опыт, внимание, гипотезы, суждения, убеждения. Автор, конечно, пытался, видимо, все таким образом упростить, но только усложнил. Представь, что каждый человек на нашей земле смотрит на все через эту пирамиду. И это очень страшно, потому что на каждом из этом слое можно накосячить. Ну, например, касаемо суждений. Давай я тебе сейчас объясню. Это прям вот разобьет все твои ценности, если можно так судить. Значит, ты, наверное, видел в больницах, там у младенцев, да и не только у младенцев, берут, значит, в специальные пробирочки какашки для того, чтобы потом, что они там делают, я не знаю. Ну, в общем, берут какашки, специальные пробирочки. Они такие пластиковые, каемочки, с крышечкой. На них еще что-то пишут. Типа фамилия, имя и дату. И вот представь, что в эту же самую емкость положить какой-нибудь десерт от шеф-повара Мишленовского ресторана, это будет действительно уникальный просто, какой-то десерт, но такого же цвета, как твои какашки. И в эту же самую емкость. Если тебе эту емкость дать и сказать, что тут как бы вообще-то десерт, дать тебе в руку и причем дать тебе во вторую руку вместо ложечки палочку такую деревянную. Как ты думаешь, что будет с твоими суждениями и убеждениями насчет этого? То есть разве это поменяет тот факт, что внутри находится десерт от шеф-повара? Нет. Реальность такова, что там находится десерт. Но твои суждения и убеждения будут конфликтовать. Это просто разрыв. Это то же самое, как... Ну, наверное, это некорректно сравнивать. Но просто давай сейчас абстрагируемся от примера. Как-то в 2015 году я был одновременно в Армении, а потом приехал в Азербайджан. А эти же страны между собой конфликтуют. У меня в голове вообще не укладывалось это. Мы же соседи. Ну, то есть это прям соседи-соседи. Ладно, там конфликт Украина-Россия. Большая страна. Но Армении и Азербайджан — это очень маленькие страны. И я не понимал, как же так? В Советском Союзе плюс-минус они жили, ну, в какой-то идиллии, видимо, а потом все начало идти очень плохо. И когда я общался, например, с Арменией, ну, то есть с жителями Армении, понятное дело, что нельзя по всей стране судить, но как-то когда заходил разговор, то они почему-то считали, что они добрые, а вот они злые. Со стороны Азербайджана было то же самое. Мы добрые, а они злые. И это же конфликт суждений и убеждений. Это капец как интересно. Теперь переходим к поводу номер четыре. Это петля формирования наших мыслей. Тут тоже, блин, рисунок, но давай тебе просто, опять же, постараюсь объяснить. Кружочек представим, и на кружочке есть четыре точки, ну, то есть в равных друг от друга местах. Вверху две, точнее, вверху одна, внизу одна, слева одна и справа одна. То есть север, юг, запад, восток. Сначала все будет, начинается с убеждения. Это с левой стороны. Вверху действия. Ну, например, у тебя есть убеждение, что там плита горячая. Действия, ты не будешь складывать туда руку. Результат справа идет. Ты не получаешь шажок. Внизу. Запросы, чего я хочу. Почему здесь запросы, чего я хочу? Ну, видимо, не обжечь руку. То есть у нас все убеждение формируется через вот этот цикл. Что я буду делать, какой результат и запросы, чего я хочу. Видимо, схематически так проще. Но здесь нужно понимать, что есть два возможных мира. То есть есть деструктивная петля и есть конструктивная петля. Здесь есть два других кружочка, которые мне тоже тебе нужно объяснить. Давай представим, что есть убеждение. Трудная собака, но злая собака. Есть хорошая собака. Что происходит с убеждением, когда у нас собака трудная, злая? Какое у нас действие? Первое. Поругать ее. Какой у нас результат? Результат. Собака храняет кость. Ну, там просто история про то, как собака храняла кость. Ее взяли, значит, домой. Она была старой собакой. И при виде кости она обязательно агрессивничала. Результат. Это деструктивная петля. И мы убеждаемся, что собака трудная. Потому что у нас действие поругать. А результат собака храняет кость. Но в то же время есть конструктивная петля. Что мы делаем? Сначала у нас должно сформироваться убеждение, что это хорошая собака. Затем действие. Наградить. И результат собака. Учится любить других собак. То есть, казалось бы, речь про одно и то же. Ну, про одно и то же собаку. Но у нас есть деструктивная петля. Есть конструктивная петля. И вот здесь упражнение. Вспомните, какая деструктивная петля есть в вашей жизни в отношениях с друзьями, членами семьи или сотрудниками. Нарисуйте ее диаграмму. Затем попытайтесь нарисовать другую диаграмму, которая поменяет вашу деструктивную петлю на конструктивную. Какой альтернативный совместный мир вам представился? Что вам нужно делать иначе, чтобы выйти из этой петли? Я делаю паузу буквально на три секунды, чтобы ты обдумал это. Здесь автор предлагает упростить это маленьким кружочком. Нашими действиями, нашими убеждениями и результатом. Если тебе не будет лень, то рекомендую это сделать. Ну, по крайней мере, если ты чувствуешь такую своеобразную проблему. Перед следующим выводом я коротко расскажу про спонсора этого выпуска. Теперь, чтобы быть в курсе актуальных новостей, уже не нужно смотреть телевизор. Замбоящик окончательно уходит в прошлое, и промывать мозги соотечественникам не получится. Тусовка – канал в Телеграме, где обычно ребята отслеживают реальные события России и СНГ по своим источникам. А затем показывают подписчикам, что происходит на самом деле, а не то, что хотят показать СМИ и политики. Только авторский контент, в котором без страха высказана своя точка зрения на поведение и поступки наших звезд. И чинушь, подпишись, чтобы знать, как реально обстоит ситуация в том месте, где ты живешь. Теперь переходим к выводу номер пять. Пример мыльного пузыря убеждений и действий. 20 лет назад мы начали отправлять наших молодых… А, кстати, это вот пример из плоскости предпринимательства. Не пугайся, будет, в принципе, понятно, легко, но и поучительно. 20 лет назад мы начали отправлять наших молодых специалистов в Японию. Речь про американцев. Изучать, как работает производство Тойоты. Они возвращались и рассказывали нам, как все замечательно устроено, но мы им не верили. Мы решили, что они просто ошиблись в расчетах. Невозможно производить автомобили с таким небольшим количеством дефектов или за такое количество рабочих часов, как у них. Это первый мыльный пузырь. Давай зафиксируем его. То есть американцы, у них же есть там Ford, у них там есть Chrysler, да, по-моему, заводы. Ну, в общем, крупные агломераты автомобильные. Они отправляли своих сотрудников в Японию. Первый мыльный пузырь, что они приехали и сразу столкнулись с тем, что это невозможно. Второй мыльный пузырь. Прошло пять лет, прежде чем мы признали, что Тойота действительно превосходит нас по многим важным аспектам. Поэтому в течение следующих пяти лет мы твердили себе, что все преимущества их компаний были основаны на особенностях культуры. Есть ВА и Невасаши, культивируемые среди сотрудников Тойота, уникальный присутствующий японцев дух сотрудничества и взаимопомощи. Мы были уверены, что американские рабочие никогда не примут методы работы, основанные на патерналистских методиках. Да, новое слово. Это второй мыльный пузырь. Затем, конечно, Тойота стала открывать заводы в Соединенных Штатах. Рабочие с той же производительностью, что и в Японии. Все наши доводы по поводу менталитета вылетели в трубу. Затем мы еще пять лет изучали производственные процессы Тойота, автоматизацию управления заводами, отношения с поставщиками, концепцию точно в строк и все остальное. Но, несмотря на все старания, нам все равно не удалось получить такие же результаты на наших предприятиях. Это третий мыльный пузырь убеждений. И только в последние пять лет мы признали, что успех Тойота основан на совершенно иных принципах работы. Речь идет о профессиональной квалификации сотрудников и зонах ответственности руководства. Та-дам! Прикинь, прикинь, сколько лет потребовалось для того, чтобы познать на практике такую реальность. Казалось бы, работают весьма неглупые люди. Где-то прям гениальные управленцы, создатели чего бы то ни было. И вот они жили в таком мыльном пузыре. Им казалось, что по-другому просто не может быть, потому что там же культурные особенности. Японцы очень сильно отличаются, они же инопланетян. У них наверняка два мозга в голове, 14 рук и 5 ног. Утрирую, но вот так. И только потом, когда уже ну просто ничего из этих гипотез не билось с реальностью, они поняли то, что проблема это в квалификации сотрудников. Вот номер шесть. Чтобы научиться чему-то новому, нужно опустошить свою чашу. Избавиться от лишнего знаний, учений, убеждений и предрассудков, которые вам мешают. В практике дзен это называется сознанием новичка. Иметь сознание новичка значит побудить желание учиться, стать любознательным, открытым всему новому. Даже будучи экспертом в какой-то области, вы начинаете изучать ситуацию с чистого лица, открывать ее для себя заново, как это делал бы новичок или ребенок. Это гораздо сложнее, чем кажется. Необходимо как будто закрыть глаза, хотя бы на время, и забыть все, что вы знаете, как свои пять пальцев. Перестаньте считать очевидным то, что вам таковым кажется. Будьте готовы принять новые идеи, и пусть они вам покажутся странными, нелепыми, бестолковыми или даже невозможными. Открытость новому, восприимчивость, желание побыть глупцом перепрограммирует ваш разум, когда вы меняетесь. Именно они и нужны для того, чтобы научиться лиминальному мышлению. Удобная позиция, да? Нужно быть и чувствовать себя глупцом. Ну, точнее, отбросить свои намудренные, созданные опытом наработки и сказать себе, так я же с чистого листа сейчас попробую. Я ничего не знаю. Ничего. Поднять ручки кверху и попробовать решить проблему по-новому. Конечно, этот совет, рекомендации не бьется с тем, что если ты, например, мастер в своем деле, ну, скажем, ты компьютерный мастер, тебя вызвали ремонтировать компьютер, и ты работаешь по схеме. Так, розетка вот там, да, отлично. Клупочка нажата, окей. Что там дальше, да? То есть у тебя есть алгоритм действия, который ты отрабатываешь до автоматизма, потому что ты знаешь, твоя практика показывает, что в большинстве своем проблемы на таком-то, таком-то уровне. Однако, если проблема действительно уникальна или необычна, то здесь лучше как раз-таки включить сознание ребенка, опустошить то, что ты в себе долго холил или леял, как знание, и держался за них, и попробовать посмотреть на это по-новому. Опять же, а где практический совет? Леха, скажешь ты. Хрен его знает. Ну, правда. То есть, вот знаешь, когда авторы пишут, опустоши свой разум. Ну, как это сделать? Ну, вот как? Что, голову помыть холодной водой? Или влить в ухо воды? Как это сделать? Наверное, тебя медитация должна этому научить. Я не знаю. Вывод номер седьмой. Лиминальное мышление предполагает безопасную обстановку. Это, кстати, практический совет. Невозможно вести серьезные разговоры с людьми из разных пузырей убеждений, когда они не чувствуют себя спокойно. Ощущение безопасности невозможно без доверия. Доверие нужно заслужить. Причем на это уйдет немало времени. Вы, наверное, догадываетесь, что пример с печеньем – небыстродействующий прием, как и пример с чаем в кабинете и у Криса, и у Лиды. Не бери в голову, это просто потом расскажу. Это была лишь часть долговременной стратегии, с помощью которой они выстроили доверительные отношения и с разных сторон увидели ситуацию, которую им нужно было изменить. Единственный способ понять, что именно руководить людьми – создать обстановку, в которой они не побоятся выйти из пузыря своей самоуправляемой логики. Тогда вы сможете заинтересовать их, а они откровенно поделятся своими чувствами. Почему я сказал, что это практический совет? Потому что каждый из нас ходит со своим пузырем. Вспомни мультик «Спанч Боба». Тогда там была белка Сэнди, и она ходила в аквариуме. Но она же была в океане. Она ходила с головой, точнее, на голове был аквариум. И представь, что у нас у каждого есть такой невидимый мыльный пузырь или аквариум, состоящий из наших убеждений. Но если у тебя стоит задача поменять убеждения этого человека, например, конфликт интересов на работе, то ты с меньшей вероятностью его поменяешь, этот пузырь, если среда будет не на твоей стороне. И там пример был про Лиду и еще про какого-то мужика, имя которого я уже забыл. Они делали такой лайфхак. Например, перед тем, как обсуждать какие-то сложные вещи, они угощали печеньем или, например, ставили чай или что-то еще. То есть все должно располагать к тому, чтобы человеку должно было быть комфортно прежде всего. И только в формате комфорта мыльный пузырь начинал расходиться. Но опять же, правильно подобранные слова, правильная стратегия общения. Никогда ты напираешь. Это же совет не заменит весь курс психологии, как правильно общаться с людьми. То есть это не значит, что печенька вам будешь, чайок будешь. То есть это все не заменит. Однако это может хотя бы сделать так, чтобы лед тронулся. А потом уже начать слушать, задавать наводящие вопросы и, глядя, что-то поменяется. Ну все, выдохнул, обнял по словам, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Чмок. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok